14-й раз юные друзья леса собираются вместе, чтобы принять участие в областном слете школьных лесничеств. В этом году 19 команд, в каждой по три человека. Право поднять флаг Российской Федерации и открыть торжественную часть предоставлено победителем 13-го слета команде школьного лесничества «Лесовичок» из Петровского района. Нам удалось победить в силу сплоченности нашей команды и, конечно, очень глубоких и больших знаний. Мы долго и упорно готовились, изучали все направления, которые нам приходились, совершали практическую работу. Все приборы мы испробовали лично и были готовы ко всему. Для меня занятие в школьном лесничестве – это одно из моих любимых дел, это даже больше, чем хобби. Такие ребята, как Олеся – будущая смена лесоводов Тамбовщины. Ведь одна из задач дополнительного образования – профессиональная ориентация. Юные лесоводы у нас активно поступают в высшепрофильные учебные заведения, в средние учебные заведения и возвращаются в наши лесхозы и лесничества. Порядка 60% молодых специалистов у нас ежегодно возвращаются в наши подведомственные учреждения. Говоря о вкладе юных лесоводов в общее дело охраны и лесовоспроизводства, начальник управления лесами области отметил, что он весомый и по числу школьных лесничеств, их 23 с численностью тысячи человек, и по реальным делам. За школьными лесничествами закреплено более полутора тысяч лесных угодий. Только в 2016 году, в этом, в прошлом году, обучающимся в школьных лесничествах, ребятами, заготовлено 33 тысячи килограмм семян различных древесных кустарниковых пород. Выращено более 208 штук саженцев. Работают наши ребята на площади, за ними закреплено более 300 гектаров леса. Слет на базе Серповского лесхоза не случайно, ведь самый первый слет в 1967 году тоже проходил в Маршановском районе. 10 лет назад, в 2007 году, также принимающая сторона, самый северный лесхоз области. Сотрудники Серповского лесхоза – шефы над двумя школьными лесничествами, которые созданы в Серповской и Стратомниковской СОЖ. Мы приобрели им необходимые приборы, чтобы они понимали, что это и как делается в лесном хозяйстве. Также показываем им, как производится посадка леса. Они принимают участие непосредственно в посадке леса с работниками УМГ «Газпром». И, значит, другие у нас предприятия принимают тоже участие в этом. Ну, основная цель – это привлечь детей к природе, к лесу. Работая по воспитанию юных помощников лесоводов, строится по вертикали – от лесхозов, муниципалитетов до уровня областного – в тесном взаимодействии, управлении лесами и образовании региона. За время нашего взаимодействия школьное лесничество мы уже рассматриваем не только как отдельное объединение детей, интересующихся вот именно вопросами охраны природы леса, воспроизводства леса, каких-то других профессиональных или профессий лесного хозяйства, но и как большое детское движение по охране лесных богатств, по поддержке высадки сеянцев и саженцев и так далее. Теоретические и практические знания участники слета демонстрировали на шести этапах. К конкурсу готовились серьезно вместе со своими наставниками. Ученики школьного лесничества подготовили вступительную программу хорошую. Кроме того, учитель в течение всего года преподавал им основы лесоведения и лесоводства. Поэтому вот эти знания все, они очень пригодятся на слете школьных лесничеств. Анастасия Дербенева в команде «Природа и человек» Старотомниковской СОЖ. Исследовательской работой занимается не первый год. Последняя тема ее исследований – кедр. Сначала была посадка кедра, и каждый год мы измеряем, насколько он вырос, на сколько сантиметров. И периодически летом мы за ним ухаживаем, измеряем, делаем определенные записи. Также было такое интересное явление, когда кедр вырос не в первый год, а через два года после посадки. Регулярно принимает участие в слетах и Нина Петрова из команды «Фортуна». Приехала и в этом году, в день своего рождения, с надеждой на победу. Мы проводим со школьниками нашей Заречневской школы такие мероприятия, чтобы не мусорить в лесах, поведение при пожарных периодах, как себя вести в лесу. Визитная карточка, охрана природы, лесоведение и лесоводство, лесовосстановление, флора и фауна, лесные робинзоны. Лучше других с заданиями на этих этапах справились ребята из Мичуринского района. Второе место у команды Вернадовской школы. Третьими стали лесоводы Тулиновской СОЖ, Горельского лесхоза. Победителям ценные подарки и дипломы соответствующих степеней. Ольга Усова, Андрей Щербаков, Область новостей.